Кастомизацию Xiaomi Amaz FitBip можно разделить на две составляющие. Это программная кастомизация, то есть обновление прошивки на английский либо на русский язык. И вторая составляющая это замена ремешков, которые здесь съемные. Достаточно потянуть за вот этот рычажок и браслет можно будет поменять. Поставить браслет от 20 мм от нормальных часов, любой другой ремешок в принципе. Плюс на данную модель есть еще дополнительные накладки, которые делают китайцы. Они бывают разноцветные. Там оранжевый, желтый, металлический, под золото, под хром. То есть это как бы усиливает сам этот бампер, защищает его от повреждений. Ну и как бы частично немного будет возвышаться над стеклом. Хоть здесь стекло Gorilla Glass третьего поколения, но тем не менее это стекло подвержено царапинам. Вот, сейчас на данном этапе я сделал перепрошивку этих часов, вот, этого браслета. И здесь уже у меня стоит наполовину русский язык. То есть как бы основное меню на русском, как вы можете видеть. Но стоит зайти в меню и тут уже все на английском языке. Вот. В принципе новые прошивки обновления выходят на этот браслет. Здесь можно выбрать кучу дополнительных циферблатов. Но этот циферблат как бы я считаю лучшим. Потому что он отображает то, что мне нужно. И плюс он еще вот это вот без подсветки. Показывает довольно-таки хорошо. Ну и сами часы идеально работают на свету. При плохом освещении, как бы можно при слабом освещении разглядеть все, что здесь написано. Как прошить, поговорим еще в этом видео. Для того, чтобы прошить, нам понадобится скачать два файла прошивки, одну программу, один файловый менеджер, ну и архиватор. Можно, конечно, разархивировать на компьютере и уже готовый архив закинуть на телефон. Это упростит и сократит время перепрошивки самого браслета, который впоследствии будет у нас служить основным местом Mi Band 2. Потому что, ну как бы его характеристики и тесты я приведу чуть позже. Я их сейчас сравниваю. Вот. Поэтому начнем пока с перепрошивки и кастомизации его. Заказаны были мною накладки. И сейчас я буду создавать видео о том, пошаговое видео о том, как перепрошить его на русский язык или на английский язык. Какие существуют нюансы перепрошивки и какие существуют проблемы. Редактор субтитров А.Семкин